Если при наступлении последствий, если есть ущерб бюджету, то здесь никаких вопросов быть не может. Министру ничего не остается, кроме как пытаться обелить своих подчиненных. Вот молодой человек всех детей пугает, мы не можем домой зайти. Он возле подъезда стоит, говорит, что здесь живет. Вон, полмолив мыло. Это какая модель у тебя телефона? iPhone 10. iPhone 10? Это прямо по Кунаево. Итоги за неделю. Здесь мы рассказываем о самых заметных событиях последних 7 дней, произошедших в нашей стране. Сейчас начнем. А пока подписывайтесь на нас, ставьте лайки этому видео. Все это помогает продвижению нашего канала. Поехали. Казахстанским госслужащим могут разрешить заниматься бизнесом. Так и хочется спросить, а раньше они не могли? На бумаге точно нет, а на практике вы сами знаете, как это бывает. Ну что-то я отвлекся. Вернемся к новости. С инициативой разрешить чиновникам заниматься предпринимательской деятельностью выступили в Антикоре. Они подготовили соответствующий законопроект. И представили на неделе его в Можилиси. Озвучив среди прочего и ряд ограничений, прописанных в документе. Вопрос о том, кто может заниматься бизнесом среди госслужащих и чиновников, а кто нет, вызвал бурные обсуждения среди депутатов. Часть из них оказалась недовольна перечнем должностей, на которых распространяются ограничения. А также высказали сомнения, как и кто будет контролировать соблюдение этих правил. Поясните, пожалуйста, каким образом они будут устанавливаться, эти факты несоблюдения должностными лицами условий, и какие по ним будут выноситься решения? Если при наступлении последствий, если есть ущерб бюджету, то здесь никаких вопросов быть не может, будет обязательно предусмотрена уголовная ответственность в соответствии законодательству. Однако, несмотря на вроде бы резонные вопросы депутатов и не самые вразумительные ответы представителей Антикора, в первом чтении документ был одобрен. Что сказать, при очередной встрече между двумя ветвями власти, исполнительной и законодательной, была достигнута договоренность, которая устроила все заинтересованные стороны. Уже в кулуарах Мажелиса журналисты спросили у зампреда Антикора об успехах в бизнесе его бывших коллег. Ранее в сети появилась информация о продаже виллы за 2 миллиарда тенге супруга экс-заместителя антикоррупционной службы Нурлана Шабдара. Уверен, что как минимум один человек сейчас думает, что с разработкой нового закона его бывшие коллеги, конечно, затянули. Приняли бы его раньше, то и сейчас оправдываться не пришлось бы. А вот министру промышленности Канату Шарлопаеву разойтись миром с законодательной властью не удалось. Сейчас краткая предыстория. Недавно депутат Бахаджан Базарбек раскритиковал новый строительный кодекс, разработанный Минпромом, заявив, что это плагиат, на котором похитили почти 300 миллионов тенге. А еще потребовал, если информация о хищении действительно подтвердится, министр должен будет подать в отставку. Шарлопаев назвал заявление громогласным. Депутат и на этот раз молчать не стал. Министру ничего не остается, кроме как пытаться обелить своих подчиненных. Какие последствия могут быть для министерства и для министра участников? Ответственность. Поймите, мы сейчас говорим о завуалированном хищении. Мы пытаемся показать обществу, стране, что нельзя народные деньги тратить впустую, бросать на ветер. Есть другие, более важные нужды. А тут получается, во-первых, под видом строительного кодекса подготовили документ, который не выдерживает никакой критики. При этом, когда мы говорим о уголовной ответственности, высшие чиновники всячески делают все возможное, чтобы реабилитироваться их подчиненных. Я думаю, здесь позиция должна быть четко ясна. Раз мы говорим о борьбе с коррупцией, мы должны говорить идти до конца в этой цели. Я лично для нас недостаточно отставка самого министра. Лично для меня, собственно говоря, лица, которые причастны к этому факту, в случае подтверждения, они должны понести уголовную ответственность. Интересно, чем закончится эта история? Можете написать в комментарии ваши прогнозы. Казахстанские депутаты были на неделе вообще крайне активны и не боялись делать громких заявлений. К примеру, сенатор Геннадий Шиповских предложил запретить в стране ТикТок. Свою позицию он аргументировал негативным влиянием социальной сети на казахстанцев, особенно на детей. Представители социальной сети уже прокомментировали ситуацию, заявив, что родители могут контролировать, какой контент потребляет их ребенок. С помощью семейных настроек родитель может связать свой аккаунт в ТикТок с аккаунтом подростка и получить контроль над рядом важных настроек, таких как ограничение экранного времени, настройки приватности аккаунта, настройки личных сообщений и многое другое. Из сообщения пресс-службы ТикТок. Отметим, что со стороны профильных госорганов реакции на предложение Мажелесмена пока не последовало. Поэтому подписывайтесь на нашу страницу в ТикТоке, кто этого еще не сделал. На неделе не обошлось и без новости про казахстанскую армию. К счастью, на этот раз она не связана ни с чьей гибелью. Вице-министр Бакатбек Сыдыков заявил, что со следующего года зарплата казахстанских военных повысится в среднем на 50%, а также прорабатывается возможность возврата разных олигот. Отметим, ранее именно низкий уровень зарплат военных, по мнению экспертов, привел к дефициту кадров среди офицеров и, соответственно, к снижению требований к тем, кто устраивается на службу. Отсюда неуставные отношения и смерти среди солдат. В прошлой программе мы рассказывали об инциденте в столичной гимназии номер 32, педагога которой, теперь уже, разумеется, бывшего, обвиняют в домогательствах школьницам. Пересказывать подробно эту историю мы не будем. Посмотрите наш прошлый выпуск, если кто не видел. Он закреплен в плейлисте. Так вот, команде прямо по Кунаеву удалось записать эксклюзивное интервью с директором гимназии. По ее словам, она лично принимала этого учителя на работу. Кунаеву признается, подкупив опыт его работы. Когда беседу проводили с ними, такое вот, что-то такое подозрительное, я честно сама не видела. Потому что человек, когда объясняет, он говорил, да, я приехал с Аршалин... Последнее место работы у него было Ахмолинская область, Аршалинский район. В силе я работал. Он сказал, что двухязычный, ведет уроки, может вести уроки в русские классы и в казанские классы. И то, что у него есть опыт классного руководства. И мы его приняли испытательным сроком. И он был классным руководителем седьмого А-класса. Вот это все происшествие, происшествие вот этой ситуации мы узнали только потом, 30 сентября. Ко мне утром пришли родители с жалобой. То, что он как бы пишет ночью девочкам, активистам этого класса, ночью пишет смс-ки и аудио. Я действительно, когда вот прослушала вот этот аудио, сама была очень в шоке. Потому что я тоже мама, я тоже бабушка. Я сразу поняла, что это никак не может, такой человек никак не может работать в нашей школе. Естественно, у нас был диссовет, свой дисциплинарный совет. И на основании этого мы приняли решение уволить его по статье. Под пунктом 14, 52 статья Трудового кодекса Республики Казахстан. А скажите, пожалуйста, какое решение намерены предпринять родители данных учениц? Посмотрите, да, я понимаю, родители все обижены. Конечно, мы боимся, не то что боимся, мы переживаем за наших детей. Потому что превыше всего это безопасность наших детей. И, конечно, мы со своей стороны, мы его уволили. Но дальше идет следствие. Данное время родители уже написали заявление туда. И процесс продолжается. Директор подчеркивает, как только стало известно о наклонностях педагога, было принято решение уволить его по статье, чтобы он в будущем не мог работать учителем. Что же касается состояния школьниц, то с ними работают психологи. Тем временем в Казаларде на неделе пришлось эвакуировать учащихся одной из школ. Более 20 школьников были доставлены в местную больницу. Состояние пяти из них оценивалось как тяжелое. Позднее выяснилось, причиной всему стали действия одного из учащихся, который распылил в здании перцовый баллончик. Инцидент произошел во второй половине дня в туалете на третьем этаже. Все пострадавшие жаловались на головные боли, першения в горле и тошноту. В полиции заявили, что они уже возбудили уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются. Не на шутку испугались на неделе и жители одной из многоэтажек Валматы. Дело в том, что в их дворе появился полуголый молодой человек с мылом в руках. Но и это еще не все. Парень настойчиво повторял, что держит не средства гигиены, а мобильный телефон. Вот молодой человек всех детей пугает, мы не можем домой зайти. Он возле подъезда стоит, говорит, что здесь живет. Вон, полмолив, мыло. Это какая модель у тебя телефона? Айфон 10. Айфон 10? А где твоя одежда? Дома, я выбежал, девушку как раз провожал домой. Девушку провожал? Эту девушку? Нет, другую. Другую? А где твоя обувь, вещи? У меня обувь не знал, я на технике посидел. Ты здесь снимаешь, да? Да, да, да. Прибывшие участковые задержали парня. Находился ли он под влиянием каких-то психотропных веществ, не сообщается. Однако не сомневаюсь, что с наркологами ему в тот день пришлось познакомиться. А у нас на этом сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, что вы думаете об этой истории. Пока.